Привет всем! Сегодня хочу поделиться своими летними новиночками, которые у меня появились этим летом. И начать бы хотела с двух фаленопсисов. На вот самый, который повыше, это фаленопсис Новый персик. Сейчас вот я немножко его так вот получше покажу. Он, конечно, похож на дикий персик, тут без вариантов, но и в нем что-то есть, вот именно такое какое-то свое, немножко необычное. Мне кажется, вот эти вот кублюшки, которые у дикого персика расположены более на петалиях, здесь они как-то сконцентрированы по краям. Ну, хорошая орхидея, какой-то новый сорт. Так как у меня дикого персика нету, решила взять новый персик. Следующая орхидея – желтенький Big Lip, очень такого приятного цвета. И в середке у него, вот здесь на этом сточке хорошо будет видно, такая малиновая, светло-малинная, белая середка у него. Но есть, допустим, цветочки вот здесь, где вот этого либо вообще мало, либо практически нет. Хорошие розеточки у них, хорошие корешочки у них, показывать не буду, поверьте мне на слово. И на два цветоноса оба цветка. Все цветы и бутоны у меня распустились дома, проблем здесь вообще абсолютно никаких не было. Ничего не усохло, ничего не отпало, адаптация прошла просто прекрасно. Следующая орхидейка, которая у меня появилась в коллекции – это орхидея Катасетум. Катасетумы мне все-все больше стали нравиться. Но так как нет опыта выращивания, стараюсь не брать много растений, а учиться вот на двух, на трех Катасетумов. И вот этот вот взяла я вот такой хороший, с двумя уже ростиками. Росты тоже у него очень нехорошие. Сейчас покажу его название. Это тайландский красный, Taiwan Red. Вот, хорошие росты. Подвязала уже я их, чтобы они росли более прямо, потому что они вообще разваливались у меня в две разные стороны. Причем они параллельно полушли. Хорошие ростики, хорошие листики, без повреждений, вообще абсолютно без ничего. И в горшочке тоже хорошие корешочки. Две вот такие старые бульбы. Бульбы тоже напитанные, сильно не усохшие, мне кажется. Такие они нормальные, плотные. Вот, ухаживаю, поливаю, смотрю информацию. Последнее вот время, как я уже сказала, нравится мне вот Катасетумы. Ну и следующие две мои новиночки. Это бросовольные орхидеи. То есть первая вот с левой стороны это вообще бросовола. А с правой стороны это бросокотлеи. Итак, с первой стороны это бросовола яги. Это помесь на дозы. И еще какой-то бросоволы. И вот такое дичо получилось. Цветет сейчас внутри у меня цветочком. Ну, цветы такие, скажем так, на любителя. Они не вырви глаз. Очень спокойные. Они очень такие интересные, тоненькие. Ну, пахнут они очень очаровательно. То есть темное время суток, когда наступает темнота, когда заходит солнышко, эта орхидея начинает пахнуть. И пахнет. Хоть она вот такая малышечка совсем, да. Это совсем очень молодое растение. По-моему, это вообще ее первое цветение на три цветочка. Но пахнет она на всю квартиру. То есть очень приятный такой запах. Пахнет какими-то, как вот лимоны цветут. Вот что-то такое цветочное, цитрусовое. Очень приятный запах. Ну, а ее соседка это бросокотлея. Золотая, э, желтая птичка. Не золотая. Желтая птичка. Тигрфау. Вот. И у нее три цветочка на цветоносе. Первый цветочек начал раскрываться у ночи. Уже он еще пожелтеет. Вот желтую сердиночку хорошо видно. Здесь еще вот такого, какого-то такого оранжевого, коричневого цвета ее лепесточки. Но должны потом быть желтые. И еще три бутончика, которые должны открыться. Тоже маленькое растение. Она еще не пахнет, только вот раскрылась буквально на днях. Цветочек. Вот тоже такое маленькое растение. Такая маленькая теленочка. Это мой первый опыт. Вот именно с бросовольными. У меня их не было. Такие тоненькие маленькие растения. Пока. Я видела у других. Они потом... Такие маленькие, конечно, не останутся. Но пока вот такие две малюточки. Очень мне нравятся. Буду выращивать, ухаживать. А на этом я заканчиваю свой обзорчик. Всем, кому понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. А мои подписчики оставайтесь со мной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok